Вчера компания Apple провела свою презентацию, где показала нам свои новые устройства iPhone, Apple Watch и новые AirPods. Сегодня поговорим о том, что умолчала Apple на презентации. Нюансов действительно много, так что будет интересно. Меня зовут Максим, вы на канале Дэмс Лаунж. Поехали! Так, давайте сразу. Здесь мы не будем повторно пересказывать все, что было на презентации, все, что нам озвучивали, потому что зачем я тогда для вас прямо вчера на стриме записывал отдельный ролик, если не видели, вот там по подсказке посмотрите, там все, что Apple рассказала в ходе презентации. Здесь я вот всю ночь сидел и искал для вас информацию, выкапывал из различных источников и накопал достаточно много интересной инфы про новые гаджеты Apple. Поэтому здесь мы с вами именно рассмотрим вот эти факторы, которые, так скажем, некоторые нюансы и зачастую не всегда позитивны. Если ролик понравится, поставьте большой палец вверх, мне это будет очень приятно и поможет канал в развитии. Ставьте вниз, подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного интересного не пропустите, и YouTube вам пришлет уведомление с выходом нового видео. Так, давайте начнем с самого главного вопроса, пока вы еще не выключили этот ролик, когда у нас выходят новые версии операционных систем, потому что это на презентации не сказали. iOS 18-го числа, tvOS, watchOS, iPadOS ровно в тот же день. А вот macOS Sonoma в этом году выходит не в октябре, а внезапно в сентябре 26-го числа, то есть, ну, на недельку немножко задержится. Ну и да, будем с вами двигаться не по продуктам, а вот просто, как я себе это все в список записал, по вот такой схеме будем двигаться, поэтому не будем вот сначала все про iPhone, и потом все про Apple Watch, вы уж меня простите, просто информации достаточно много, и систематизировать ее достаточно сложно. Двигаемся с вами к AirPods Pro второго поколения, вы знаете, они обновились на USB Type-C, но дело в том, что Lightning с продажи сняли, поэтому если хотите себе версию на Lightning, бегите где-то, покупайте, скоро они с продажи пропадут, и останутся только китайские пали, да и то, наверное, те тоже перейдут на USB Type-C. Самое главное, вы не можете отдельно купить кейс, то есть, вам просто нужно идти и покупать новые AirPods. Не вариант взять текущие AirPods, докупить к ним кейс на Type-C и ходить с ним, к сожалению. Дальше, по аксессуарам представили за 29 баксов переходник, собственно, Lightning на Type-C. Достаточно громоздкий, видимо, там это нужно, чтобы преобразовать правильно сигнал, но если у вас есть какая-то Lightning периферия, которая стоит очень-очень дорого, понятно, что переходник для вас единственный выход. По кабелям. В комплекте у нас с вами будет идти к айфончикам плетеный кабель USB-C длиной в 1 метр. Это хорошо, потому что плетеные кабели, естественно, обладают большим качеством, но здесь вы должны понимать, что цветных плетеных кабелей не завезли, и все-таки они оказались для iMac'ов, да. В iMac'е всегда кладут цветные кабели, вот то, что мы видели, все эти сливы, это для iMac'ов, когда выйдут iMac'и, да, они получат такие кабели, можно, наверное, будет где-то раздобыть. В комплекте будет идти белый провод, 1 метр, но он будет плетеный USB-C на USB-C, и здесь важно сказать, что он будет USB 2.0. Если вы хотите USB 3.0, да, вам нужно покупать какой-то другой сторонний провод. Правда, за 29 баксов Apple представила еще двухметровую версию вот этого своего белого провода, и он поддерживает зарядку мощностью до 240 ватт. Это прям реально много, но, тем не менее, скорость передачи у него все еще USB 2.0. Но если вы прям хотите оставаться в экосистеме Apple, вам не нужны другие кабели, то Apple представила новый кабель Thunderbolt 4. Напоминаю, что у iPhone'а нет такой скорости, и она для него избыточная, поэтому не советую. Но, тем не менее, новый кабель Thunderbolt 4 за 69 баксов. Прошлый стоил что-то там 100 с лишним, поэтому это достаточно хороший скидон. Помимо этого, из аксессуаров завезли одновленный адаптер Type-C на 70 ватт за 59 долларов, если вам нужно, и из интересного за 19 долларов у нас с вами завезли EarPods, которые проводные на USB Type-C. Я, собственно, в ролике перед презентацией говорил, очевидно, что их покажут. Да, их показали. Если вам нужны проводные наушники от компании Apple, можете их купить всего лишь за 19 долларов. Хоть и говорил во вчерашнем видео, напоминаю, не забывайте, что мини-айфоны сняли с продажи. 12 сняли с продажи и 13 мини. То есть линейка выглядит у нас 13, 14, 14+, 15, 15+, 15 Pro и 15 Pro Max. Вот на текущий момент она выглядит так. И где-то там в стране болтается iPhone SE третьего поколения, если вам это очень интересно. Ну и да, из аксессуаров тоже, наверное, с одной стороны очевидно, сняли с продажи два аксессуара. Это MagSafe Dual Charger, который помогает заряжать Apple Watch и, например, ваш iPhone одновременно. Он был на Lightning, его просто сняли с продаж. И точно так же просто сняли с продаж MagSafe Battery Pack. Вообще он не очень долго просуществовал. Его тоже сняли с продаж. Я думаю, что эти аксессуары в той или иной итерации, в той или иной виде выйдут, конечно же, чуть позже, когда Apple сделает их на USB-C. Но пока их вот просто снимают с продажи и все. Перескакиваем с вами к айфончику, а именно к процессору айфончика Apple A17 Pro. Как вы знаете, нам анонсировали некоторую поддержку игр. Хороших игр, дорогих игр, которые раньше можно было запускать только на консолях. Причем какие-нибудь PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и на ПК. Сейчас это можно запустить в том числе и на айфоне. Из примеров, это вот прям самый новенький Assassin's Creed Mirage, который выходит у нас в октябре. Но на айфон он прилетит в начале 2024 года. И из того, что не сказали на презентации, из того, что стало известно потом, это Death Stranding. Поэтому Death Stranding на айфоне... Ну, кстати, это звучит интересно. Надо будет попробовать. Двигаемся с вами дальше. Я думаю, для всех очевидно. Но еще раз напомню, айфон 15 Pro и Pro Max работают на USB 3, а айфон 15 обычный на USB 2.0. И по герцовке 120 Гц, конечно же, на айфон обычный тоже не завезли. Там до сих пор будет 60 Гц. Никакого Always-on режима, естественно, нет. Помимо всего этого, прошки у нас теперь тоже разделяются по памяти. 256 у нас база для Pro Max, и 128 у нас база для обычного айфон 15 Pro. А вот во всех Apple Watch'ах нового поколения, и Series 9, и Ultra 2, там теперь у нас 64 ГБ памяти в базе стоит. Если мы говорим с вами о ценах, компания Apple, ну, по сути, их не подняла, да? Потому что новая прошка стоит у нас 999 долларов в США. Если мы говорим про Max, он вроде бы подорожал на сотку, но и памяти докинули те же 128 ГБ. И теперь база 256 у нас, поэтому по факту она не подорожала. Но на самом деле все не совсем так. Дело в том, что базовые айфоны подорожали. Он стоит теперь не 800 и 900 долларов. А если вы там зайдете и протыкаете, то вы увидите, что он подорожал где-то на 30 баксов. И, соответственно, айфон 15 у нас теперь стоит 830 долларов, а 15 плюс 930. Хотите на 30 баксов дешевле? Покупайте с привязкой к оператору в США. Очень странное решение. Также вы должны понимать, что если вы хотите использовать какой-то из старых чехлов на новом айфоне, не вариант, не получится, потому что новые айфоны стали, если мы говорим про прошки, легче. Они стали легче на 19 грамм и стали меньше немножко по габаритам. Обычные же айфоны, там минус 1 и минус 2 грамма, ну, считайте, ни о чем. Обычные и на плюс версии, соответственно. Но они стали чуть уже и чуть длиннее, поэтому все равно тоже не подойдут чехлы. Помимо этого стало известно, что айфон 15 про и айфон 15 про макс все-таки получили 8 гигабайт оперативной памяти. Соответственно, у 15 обычного и 15 плюс там по 6 гигабайт оперативы. Это из X-кода информацию вытащили, так что да, теперь это официально. Кстати, к слову о батареечке. Между прочим, нам не сказали, что она как-то увеличилась или уменьшилась. Нам сказали, что действительно ровно те же значения у батарейки. Но здесь нужно немножко времени, чтобы достали и посмотрели в реальности, она увеличилась или нет. Также еще из отличий, обычные айфоны 15 линейки поддерживают Wi-Fi 6, а вот 15 про и 15 про макс поддерживают уже Wi-Fi 6е. Ну и так как прокачали у нас камеру в 15 про максе, я напоминаю, что добавили пятикратный зум, то цифровой зум тоже у нас увеличился. Был у нас 15х, теперь цифровой зум аж 25х. Звучит достаточно интересно, может быть есть смысл его и потестить. Если вы очень сильно переживали по поводу того, уберут ли лотки для сим-карты, будет ли теперь везде eSIM или останутся в том числе и физически, с прошлого года. Ничего не поменялось, все ровно как в прошлых регионах было, так и осталось. Американские айфоны у нас идут только с eSIM, китайские айфоны у нас идут с двойной сим-картой, там нет eSIM и только две физические. А во всем остальном мире есть и физическая сим-карта и eSIM. Также мощность MagSafe не увеличили, хоть и были у нас с вами такие слухи, что сторонние MagSafe устройства увеличатся до 15 Вт, пока все еще 7,5 Вт. Возможно, когда стандарт Qi 2 уже придет в нормальное русло, придет в индустрию, то возможно это повысится. И также нет никакой информации пока по поводу быстрой зарядки, хоть обещали увеличение. На сайте написано, что при 20 Вт заряжается там за полчаса на 50%, условно я сейчас говорю. Ничего другого не написано, это нужно брать смартфоны и тестить их с различными блочками. Это, конечно, будет сделано экспертами и я вам дам об этом знать здесь или в телеграм-канале, ссылочка на телегу внизу в описании. Помимо этого у нас с вами зарелизились обновленные планы iCloud Plus, а именно на 6 ТБ и 12 ТБ, если 2 ТБ вам было по каким-то причинам мало. Цены кусаются, не скажу пока сколько стоят в России, потому что еще эта информация не обновилась по региональным ценам, и как бы купить сейчас этот план нельзя. Но в Штатах за 6 ТБ хотят 30 баксов, а за 12 ТБ хотят уже 60 баксов, достаточно дорого. Напоминаю, что кожаные чехольчики для айфонов и ремешки для Apple Watch у нас ушли в небытие. И теперь у нас вот этот новый Fine Woven, как они говорят, если посмотреть на коробки, то нам написано «ткань с тонким плетением». То есть это какое-то переработанные материалы плюс ткань с тонким плетением, вот эти новые чехлы. Стоит для айфона чехол 59 долларов, для Apple Watch там ремешки разные бывают, поэтому точно вам не скажу, смотрите, какой вам понравился. Это теперь вместо кожи. Но хотя бы силикон не убрали, потому что помните, слухи были, что уберут силиконовые чехлы, силиконовые ремешки. Нет, пока все на месте и слава богу. Далее, небольшой приятный бонус, на удивление, iPhone 14 Pro и Pro Max с выходом 15-х айфонов получил бонус новой функции. Apple что-то совсем перепутали, и теперь, короче, 48 мегапикселей не обязательно фоткать в RAW формате, а можно так же, как и на 15-х айфонах, сфоткать их в Hake. Да, вот этот высокоэффективный кодек, который может все сжимать. Если вы обновились на RC-версию iOS 17, то эта настройка у вас уже наверху доступна. Это классно, но даже странно, что компания Apple решила так сделать. А теперь перейдем к самой боли от этой презентации, за которую мне немножко бомбит. Их, в принципе, две, но одну я оставлю на отдельное видео, это про новый Apple Watch, про CS9, про ультра второго поколения. Мы с вами про них отдельно поговорим, чтобы вы понимали мою позицию и, в принципе, что за часы нам представили. Я прямо сейчас после этого видосика сразу его запишу и вечером в этот же день, скорее всего, выложу вам и второй видосик про Watch. Поговорим там про них. Но, что я хочу затронуть прямо здесь, это Action Button кнопка. Звучит же круто, да? Ну, типа, кнопка специальная Action Button, которую можно запрограммировать на любое действие. И действительно, на презентации, в хендзоне показали, что это можно сделать. Можете туда шорткатом поставить абсолютно любое действие. Но, с ней пока, на данный момент, очень много проблем. Начнем с базы. Вы видели, как выглядит интерфейс настройки? Вот это вот что-то из непонятного вообще стиля дизайна. Многие скажут, о, оно выглядит футуристично, выглядит прикольно. Ну, это вообще какая-то лютая смесь скевоморфизма и непонятно чего. Одно дело, когда у вас вся система так нарисована, но когда у вас вся система нарисована по... Давайте, вы все понимаете, что я имею в виду, под этим словом, по iOS-овски, да? Где у вас все одинаковые менюшки, одинаковый выбор. И вот здесь вот это нечто вас ждет, которое предлагает непонятно что, непонятно как выбирать. Это очень странно. Это, конечно, надо перерисовывать. Я думаю, со временем так или иначе это будет сделано. Второе. Эту кнопку нельзя просто нажать. Ее нужно именно держать. Если вы нажмете, она скажет, не, подержи. Вы держите, и только тогда происходит это действие. И, как бы, скорость у вас немножко от этого уменьшается, что, как бы, немножко нивелирует смысл этой кнопки. И третье, самое важное. Туда можно назначить только одно действие. Туда нельзя назначить 2, 3, 4 действия, как это можно было бы сделать, да? Смотрите, нажатие, удержание, двойное нажатие и тройное нажатие. Четыре действия можно туда назначить было бы. Нет, Apple нам дает только одно действие. И, соответственно, вы не можете быстро его менять. Будет очень круто, если это можно будет в разных приложениях сделать разные действия. Спойлер, так нельзя пока что. Но, я думаю, компания Apple это поменяет, потому что, очевидно, что сейчас, когда это все поступит в продажу, люди скажут, а что, типа, только одно действие? Ну, то есть, смотрите, вы или выбираете регулировку, чтобы у вас был беззвучный режим, или выбираете, не знаю, вызов фонарика. Вы не можете и беззвучный режим, например, на нажатие, а вызов фонарика на удержание. Это что за бред? Apple, это как вообще? Вы сделали охренительную удобную вещь. То есть, вы, по сути, сделали как кнопку блокировки, только с другой стороны, и на нее можно повесить кучу разных функций. А вы ее ограничиваете, даете только одну функцию, которая еще и залочена, еще и со странным интерфейсом. Зачем? Как? Почему? Это срочно нужно исправлять. Я прям вот, реально, скриньте видос, записывайте. До выхода iPhone 16 в какой-то из версий iOS Apple добавит возможность кастомизации и, скорее всего, перерисует вот этот вот странный интерфейс настройки. Потому что то, что есть сейчас, это прям вот как-то очень странно, очень нелогично и напрашивается прям на то, чтобы это переделали. Так что вот такие вот они новые айфончики, новые гаджеты, устройства и аксессуары. Как вы видите, достаточно много у нас с вами есть различных нюансов, которые не рассказали, не рассказали на презентации. И еще, конечно же, это тоже не все нюансы. Сейчас они будут потихоньку-потихоньку появляться. Пока я записывал этот ролик, уже появилось два новых нюанса. Поэтому мы с вами через какое-то время еще, конечно же, вернемся к этому с роликом. Но если хотите быстро получать всю информацию, как я сказал, телеграм-канал, ссылочка внизу в описании. Туда я буду постить все в самую первую очередь. Если же этот ролик вам понравился или был член полезен, поставьте большой палец вверх. Мне это будет приятно и поможет канал в развитии. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного интересного. Не пропустите YouTube, вам пришедут уведомления с выходом нового ролика. И, естественно, я жду внизу в комментариях ваше мнение по поводу презентации, по поводу айфончиков, Apple Watch. Что вы думаете? Самое главное по поводу кнопки Action Button. Согласны со мной или нет? Я с удовольствием почитаю с вами, подискутирую. Конечно же, вот эти два видео специально подобраны для смелого ритма YouTube. Зацените, если не видели. И сюда кончим мидж, чтобы подписаться на канал. У нас с вами был Максим. Спасибо большое за просмотр. Пока.